Когда я искала выход с положения, бывают разные моменты, да, я действительно заходила в интернет, смотрела, какую программу можно использовать, всё. И вот толкнулась Сильва, попала на метод Сильва. Начала читать, начала получать письма, потому что подписалась. И вот как-то по письмам и по этим всем начала разбираться именно медитацией, именно есть альфа-звук, отношения, внутренние отношения, естественные отношения, когда заниматься нужной физкультурой, духовной, питанием, естественное. Это всё в первую очередь нужно забраться в себе, что ты хочешь. Ну, естественно, нужно полюбить жизнь, если ты её полюбишь. У тебя будет действительно, каждое утро встаёшь и каждый раз видишь солнце по-разному. Если человек не знает, что он в жизни хочет, он не может измениться вообще совершенно, просто-напросто. Так же самое вот люди, да, вот миллионеры, миллиардеры, а так же они работают над собой, они каждый день встают и работают. Они делают цель, они делают себе установку, они работают каждый день. И так же можно притянуть к себе деньги, опять же, любовь к деньгам. С ними нужно вот обращаться, как действительно, не то, что там потратил. Если даже ты потратил какую-то долю денег, тебе вернётся в два раза больше, нужно тратить, не жалея. Вселенная даёт всё. Нужно пойти к диатологу, опять же, сдать анализы, какие проблемы, опять же, нужно работать над собой. Опять же, всё работает над собой. Питание. Это нужно кушать траву. Траву, это я имею в виду зелень, морковь, помидоры, салаты, всё. Опять, не смешивать его с мясными. Допустим, макароны с мясным никак не сочетаются. Белки, углеводы, это всё нужно работать, опять же, над собой. Любовь к себе. Ты потом сам задумаешься, как ты хочешь, себе плохо или хорошо. Так самое питание. Ты сегодня покушал мясо, а потом ты покушаешь рыбу, после этого покушаешь только овощи. Это, опять же, работа, любовь к себе, любовь к жизни, любовь. Надо жить одним днём, пяти минутами. Потому что через пять минут ты не знаешь, что ты хочешь, ты не знаешь, что с тобой будет. И планы меняются каждые две минуты. От одного звонка телефон у неё всё меняется. Ну, необходимо, опять же, это всё работа внутренности, это всё работа кишечника, это всё работа сердца. Это, опять же, физическая нагрузка на мышцы, подтяжка. Ну, я к одному только склониваюсь. Это всё работа над собой. Это, опять же, кому-то интересно, пожалуйста, Сильва. Открывайте, смотрите, читайте, подписывайтесь. Есть очень много вариантов, которые помогают людям выйти с тяжёлого положения, с нелёгкой задачей, так можем сказать. Через каждые пять лет обстановку желательно менять. Менять квартиру, менять работу, менять обстановку там, где ты уже просто чувствуешь себя комфортно. Когда комфортно человек начинает, сам не знает, что он хочет. Когда вот эта обстановка меняешь, переезжаешь, ищешь новых друзей, общения, это совсем другое. Ты знакомишься с людьми. Это новый урок жизни. За день у нас проходит, если я не ошибаюсь, пятьсот, шестьсот тысяч мыслей. Есть позитивные, негативные. Ну, вообще, лучше, если ты чувствуешь, Саша, что потом неправильно, да, вот, позитив, негатив какой-нибудь. Сразу на позитивную точку, хоп, и переключился. Легче, когда вот сразу эти мысли все, вот, нехорошие уходят. Ну, мозг, он всегда работал, будет работать. Даже если мы не хочем, он работает. Человек спит, он работает. Это нормально. Ну, выучила, общаешься. Хорошо, когда знаешь язык. Понимаешь, знаешь культуру, знаешь кухню, знаешь характер этой страны. Вот, ну, конечно, чтобы понять людей, нужно прожить, особенно нацию. В любую нацию поедешь, ты должен почувствовать их кухню, их обряды, вот, их культуру. Вообще-то очень интересно. Переезжать особенно. Когда мне грустно или плохо, я читаю молитвы. После этого просто разбираюсь, где мне именно, какая часть меня беспокоит. Печаль, обида, злость. И потом работаю над этим всем. Пять-десять минут в день. Даже если три раза хорошо в день, да, вот, именно обращать, по пять, по десять минут, обращать на эти все вещи, этот негатив весь уходит. Просто мы этим не занимаемся.